Где же еще искать гениев, как не в малой академии? Чаще всего именно из ее стен выходят будущие светила науки. Одни выбирают направление своей деятельности уже тут, другие только присматриваются и решают, на достижение каких высот потратят основные усилия. Для Дарьи Галецкой все еще впереди, но даже сегодня перечень изучаемых ею дисциплин впечатляет. Биология, физика и программирование – таков неполный список увлечений юного гения. А вот Ольга Орловская со своим выбором в жизни уже определилась. Несмотря на то, что сейчас она занимается биологией и ветеринарией, в будущем планирует пойти по семейным стопам. Хотя работа у меня немного в другом направлении, но меня заинтересовала больше эта профессия. В отличие от Ольги, Никита Павлухин, изучающий психологию, планирует надолго связать свою жизнь с этой дисциплиной. Уже сегодня, пусть и не масштабно, но его научные разработки применяются в жизни. Моя работа имеет большое значение для педагогов, для учителей в основном в школе. Дело в том, что существует такое явление, как спад учебной мотивации в шестых-восьмых классах. Это когда ученик в средней школе, начиная со средней школы, теряет интерес к учебе. Проследив эти изменения, учителя смогут лучше понимать своих учеников и тем самым лучше направлять их на учебу, направлять их деятельность непосредственно на получение знаний. Малая Академия Наук – это не просто кружки по увлечениям. Не просто возможность расширить свои знания. По сути, это билет во взрослую жизнь, в науку, считает заместитель директора Малой Академии Наук по учебно-воспитательной работе Сергей Посеин. Многие из их выпускников добиваются немалых высот. У нас есть и золото международных олимпиад, и серебро, различных международных салонов. Но, конечно же, главное – это те ростки, которые мы дали для научной поросли. И, соответственно, они преподают у нас в кружках, они преподают в институтах. Ярослав Осетров еще не успел окончить Малую Академию Наук, а уже получил патент. Его изобретение в области программирования на сегодняшний день использует несколько десятков фирм, работающих в сфере интеллектуальных технологий. Я изобрел систему управления контентом «Кларус Инджин». Система позволяет создавать сайт буквально за пару минут и при этом наполнять его графически по желанию автора сайта. По словам педагогов, Малой Академии Наук наибольших результатов добиваются дети, приходящие к ним в шестом-седьмом классе. Конечно, не все из них становятся широко известными, но каждый делает свой вклад в общее будущее.